всем здрасте приветствую на нашем канале в общем сегодня хотим рассказать вам показать немного наглядно как мы утепляем брусовой дом то есть это утепляем в плане того что не снаружи мы его там зашиваем утеплителем не снутри мы его зашиваем утеплителем а то есть смотрите брус у нас получается не строганы это брус лиственницы значит он уже был сухой когда мы его начали собирать полежал он уже там год-полтора в общем брус не совсем ровный он получался там где-то 18 половиной где-то 18 уже весь подкрученный лиственницу то есть выгнуть как выкрутить очень тяжело и то есть нам приходилось собирать заказчик был собираем ну то есть ребят что получается как бы ну то есть в любом случае мы старались собирать его максимально хорошо но есть как бы нюансы есть проблемы которые вот ну как бы нужно утеплять вот что касаемо утепления здесь пока не показываю здесь понятно что у нас лежит межвинцовый утеплитель это у нас жут здесь взят он пятнашка вот вот здесь это видно даже он тут в местах значит затем получается брус был они совсем то есть квадрат были места с обзором были места с обзором были прямо в большие места с обзором вот здесь можно видеть вот то есть это мы убирали кант но то есть мы убираем кант и все равно у нас получается где-то набра маленькие вот видите да а где-то вот приходится вот столько убирать потому что здесь был обзор ничего с этим не поделать то есть и нам его нужно было в любом случае загонять в дом и поэтому у нас он получился как бы волнами вот видно что здесь побольше здесь поменьше здесь побольше то есть если бы убирать равномерно тот бруса бы вот осталось бы там я не знаю 10 сантиметров то есть но это разве там на постоянное подойдет такой дом ну как бы нет и приходилось то есть убирать вот как бы волнами ничего то все сделали все убрали вот и по поводу утепления теперь что что делаем значит соответственно если где-то про внутрянку принципе не говорю пока наружка соответственно есть где большие большие трещины мы их дополнительно про конопатили прошли герметиком вот видно только что проходил свежий вот мазнул даже вот прошли герметиком трещины трещина вот лента уплотнитель на не понял как она называется то есть мы ее большой трещины закладываем это целях экономии герметика как бы чтобы заказчик было маленько поприятнее что то есть что приходится то есть вот так и мы экономим общем работаем и понятно шпателями работаем кисточками работаем шпатель резиновый вот это все ну то есть про трещины говорю именно трещины наносим вот здесь я прошелся под две трещины но это маленькая как бы это остатками то что оставалось у меня с сошел вот то есть герметик разный маленечко здесь в швы мы типа там аналог ремерса используем ну аналог не аналог короче что-то связано древесом встречи нам вот такой герметик используем это не реклама просто да как вам на заметку то есть и принципе герметик нормальный по цвету мальчика отличается добавим вам еще то что мы проходим наш вы обязательно пылесосом снова чтобы пыли не было что дальше соответственно у нас проконопатился весь внешний контур затем мы все это дело обеспыливая затем каждый шок мы проходим ну вот я обычно кисточки прохожу смачиваю чтобы не было пыли еще и еще дополнительно обеспыливаю не садилось да и затем наносим герметик и также мы поступаем с этими трещинами мы также их соответственно обеспылили то есть пылесосом и все дело прошлись кисточкой вот принципе стена вот это мы вам покажем потом как она будет у нас не служили сделан снизу покажем эту покажем как она будет выглядеть после того как мы все сделали а в целом то есть но я думаю что для дом у нас из бруса он примерно 100 180 в среднем дом должен получиться теплым потому что для вся моменты будут убраны вот вроде как все что хотели сказать вот таким обычным пистолетом мы пользуемся не не электрическим принципе тоже быстро работаются вот все нормально и такими пистолетами ну все принципе конопатки молотки не забываем чтобы это все дело под конопатчивать если кто будет заниматься тем же самым вопросом как бы и вот с такими кстати вот с такими штуками остатками остатками от герметика мы поступаем тоже вот так вот стул у меня утащили а мы поступаем сейчас покажу как тоже экономим герметики потом трещины уходит берем а так раскладываем берем а так раскладываем и нечем нет тоже все утащили в общем мы максимально максимально вот так вот берем и вот это дело все сейчас покажу сколько с каждой с каждой пачки сколько достается герметика у нас здесь сейчас взято 150 сосисок ну так колбасок то есть и сосисок из каждой сосиски если выжимать вот по такому вот по такому количеству то то есть в объеме я не знаю герметика пачек пачек 5 10 ты наберешь с этого которые которые потом просто уйдет в швы люди вот того и в каждый шовчик вот это можно применить и об я делаю следующим образом все сюда перемешаю все это колбаса пустая вот это можно выкинуть лайфхак как экономить герметик в принципе вроде как все по утеплению брусового дома это как бы утепление это кавычка но понятно что это все чтоб осталось брусом это чтобы не закрыть стену там чем-то не знаю закрывают там утеплителем закрывают потом зашивают как бы там не знаю кто-то пенопластом этим зашивает ну то есть мы этого не делаем просто утепляем делаем чисто под дерево вот все это закормиться и будет это выглядеть ну симпатично а мы сейчас просто вам покажем что у нас внизу получилось непосредственно подписывайтесь на наш канал давайте сюда спустимся да и вы увидите момент то есть понятно что это шлифовалось все шлифовалось шлифовалось перед тем как наносить герметик вот как мы делаем не знаю кто то по-другому может быть затем мы это все дело герметим все обеспыливаем герметим может быть это какая-то двойная работа кто-то посчитает или что-то и потом вот то есть если ты в швы то забиваешь у тебя от герметика остается как бы след след но как след убрать приходится соответственно второй раз шлифовать и мы просто первый раз шлифуем до герметика второй раз после герметика все под чистовой все вот эти вот швы у нас убираются понятно что мы не трогаем сами швы все трещины мы зашлифовываем его сейчас покажем что снизу получается в принципе но это правильное решение данном случае делать так давайте пройдем скоро лестницу будем делать покажем как лестницу дело элементарно пройден второй проход вот она вот она что у нас получается стена потом она покраситься и то что вы видите то что вы видели в самом начале и то что получат сейчас а выйдем покажем что вообще изначально трещинки обратите внимание как все стало красиво то есть не остается следа вот она разница вот сбоку показать покажи что видно след что герметик да конечно конечно и соответственно вот и здесь уже соответственно следа этого не видно все уже зашлифована где-то может маленечко какие-то маленькие там герметик там не знаю что шлифовался может быть такого практически не бывает вот нужно будет его где-то можно то есть это в принципе не проблема и вот он играется все здесь пойдем сегодня и показать нужно том что чтоб понимали о чем идет речь первый раз смотреть дом вот смотрите так вот отличие дома то есть он снаружи вот такой и внутри он был весь вот такой и сейчас вот получается все так что вот ребята как у нас вот как раз работа это пыльная но сделать конфетку можно все подписывайтесь на канал всем до свидания пишите комментарии обязательно ответим на ваши заданные или поставленные вопросы на все пока